Сергей Александрович, сегодня хотелось нам поговорить о итогах уходящего 2013 года во внешней политике России, конечно, то, что связано со странами СНГ. Какие основные моменты Вы могли бы упомянуть, что действительно удалось России сделать в рамках СНГ? Какой же комментарий? В рамках СНГ существуют интеграционные проекты, в первую очередь Таможенный союз. Таможенный союз продолжал в прошедшем году развиваться. И мало того, после саммита в Инстии было заявлено о том, что в 2015 году три страны, Белоруссия, Казахстан и Россия, постараются выйти на подписание соглашения о создании Евразийского союза. В принципе, это достаточно большой успех, потому что очень много разговоров было по поводу того, что Таможенный союз вот-вот развалится, что на самом деле ничего из этого не получится, что все это пустые задеи и прочее. Но заявление в Инстии по поводу создания Евразийского союза эти вещи опровергает. Будет он создан в 2015 году или не будет, будет подписано соглашение или нет, в формате, это мы, конечно, посмотрим. Сейчас, наверное, на 100% сказать нельзя, но то, что заявление было сделано, говорит о простой вещи. То, что стремление к развитию проекта у трех стран, оно больше, чем имеющиеся, так сказать, проблемки и разногласия. Все же, как Вы думаете, можно ли считать, что Таможенный союз, он действительно является, можно сказать, хотя бы первым шагом в реинтеграции стран бывшего Советского Союза, либо же это просто последние попытки, чтобы сохранить хотя бы существующие уже союзы между некоторыми странами, как теми тремя членами? Я думаю, что это совсем, так сказать, другого рода проект, потому что ни о какой полной реинтеграции по Советскому пространству речи быть не может. Такая реинтеграция невозможна и, скорее всего, ее не будет. Более того, я лично считаю, что, может быть, и в ней нет смысла. Это полная, стопроцентная реинтеграция по Советскому государству. Ну, уже после вот этих прошедших 20-ти с лишним лет слишком много вопросов и проблем, а по этому поводу возникает. Многие идут своим путем. Поэтому ни о каком воссоздании Советского Союза речи не идет. А речь идет о поиске, так сказать, своего места в 21 веке. То есть в 21 веке будет ничем не проще 20-го, и никто за нас наши проблемы решать не будет. А в этой ситуации кооперация и, так сказать, и в политике, и в экономике – это именно то, что может помочь нам найти это место и стать таким информативным центром развития. Потому что наше ожидание в 90-х годах того, что Запад нас интегрирует в свои проекты и поможет нам решать наши проблемы, оно полностью не оправдалось. То есть оно провалилось. Соответственно, вы поняли, что, так сказать, надо с последствиями себя самостоятельно. Для этого полезна то есть кооперация и интеграция в определенных рамках. Но это речь не идет о Советском Союзе. Во-первых, это идеология уже не переназмет. А во-вторых, и диагностические ситуации меняются. При Балтике, страны Балтики, давно сквозь СССР НАТО, и ЕС, Молдария, близка к развалу, и ее части, может, в ближайшее время, к Румынии. Там Таркменистан живет совершенно своей жизнью, Азербайджан больше кооперируется с Турцией, ну и так далее. Не кажется ли вам, что в 2013 году, в уходящем году, мы очень мало слышали, мы очень много слышали о Таможенном Союзе, о котором вы сказали, очень мало слышали о Еврозес, организации Еврозес. Как вы комментируете этот момент, и как вы думаете, насколько существует возможность вообще, ну, дезорганизации этой организации? Ну, это дискуссия, которую она ведет, на протяжении последних, вот, нескольких, как только Таможенный Союз все-таки был подписан, приглашение, да, стал вопросом о том, а куда девать Еврозес. Вот, пока окончательного решения по этому вопросу нет, пока эти организации все существуют. Но Таможенный Союз действительно развивает приоритеты, да. Что будет с Еврозес дальше, я вот лично затрудняюсь с этим, мне кажется, какого-то четкого видения по этому поводу нет. Но, скорее всего, речь может идти о параллельном развитии проекта, как, например, Союзное Государство России и Белоруссии. Таможенный Союз или Евразийский Союз не отменят, и вот сейчас уже это ясно, что не отменяют Союзное Государство между Россией и Белоруссией. Видимо, здесь тоже может быть найдена какая-то компромиссная формула. А может быть, Еврозес исчезнет, мне это неизвестно, по плану, как бы дело пойдет дальше, тоже из этого, ну, грубо говоря, трагедии делать не искусство. То есть нужно то, что будет наиболее эффективным. Вот что будет наиболее эффективным, то пусть и существует. И еще вопрос. Все же уходящий год комментирует для еще другой организации в названках СНГ и политики России внутри него, насколько удалось содействовать большему развитию этой организации, это ОДКБ, конечно же. Ковыш, комментарий. И насколько ОДКБ будет оставаться одним из интеграционных проектов СНГ? ОДКБ точно будет оставаться, потому что угрозы общие существуют, и их осознание постепенно возвращается. То есть если после распада Советского Союза, скажем, в 90-е годы была иллюзия того, что мир принципиально изменется, угроз больше практически не существует, вообще не имеет смысла координировать политику в области обороны и безопасности, то сейчас стало ясно, что это не так, если говоря. Просто специфики и структура этих угроз корректируются, но они остаются, и они достаточно актуальны. Поэтому ОДКБ, я думаю, будет продолжать существование. Вопрос о членстве ОДКБ Узбекистана, это вопрос достаточно сложный, но и без ОДКБ будет продолжаться существовать. Будет ли расширяться? Ну, я думаю, что в ближайшее время, видимо, нету, хотя Узбекистан может и вернуться в ОДКБ. Я этого не исключаю. Угроза существует. Пока существует угроза, будет смысл в военном сотрудничестве. И, Сергей Александрович, последний вопрос. Какое можно прогнозы делать для России о политике в рамках СНГ на 2014 год? Политика будет такой же, как сейчас. Да, существует таможенный союз, он развивается и будет располагаться в видеоразитических. И это предложение, оно открыто для всех стран бывшего Советского Союза и не только для них. Вот это и будет приоритетом, я думаю, российской внешней политики на постсоветском пространстве. Извините, я еще один вопрос упустил, если разрешите. Это связано в отношениях России с Украиной. Насколько нынешнее отношение, нынешняя ситуация в Украине и российское участие в регулированной ситуации вокруг Украины, она будет сказываться на ситуацию вообще в рамках СНГ, на судьбу СНГ и тех ингредиционных проектов, в частности, таможенных союз, которые существуют? Ну, что касается Украины, то, конечно, Россия заинтересована была бы в участии Украины во всех тех проектах, поскольку этого не скрывает и не скрывала никогда. Мы убеждены в том, что и для Украины это было бы полезно, и для России было бы полезно, и для таможенного союза это было бы тоже очень полезно, потому что все-таки Украина продолжает сохранять личную часть экономического и кадрового потенциала. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если Украина не будет членом таможенного союза, это тоже не является трагичным. Я лично не разделяю эту точку зрения, которую, на мой взгляд, навязывают все ручки американцы и часть европейцев, от подачи таможенного союза, что вот, если Украина не будет в этом участвовать, то ничего не получится. Получится, уже получается, и будет получаться дальше. Просто с Украиной могло бы получаться лучше. Поэтому и в отношениях с Украиной, я думаю, это предложение будет действовать. Я не верю лично в то, что Украина готова в ближайшее время к этому присоединиться, потому что внутриполитическая ситуация очень сложная. Потому что разные силы фактически разрывают страну начальством. Но то, что предложение это в отношении Украины будет действовать, так оно и будет. Может быть, можно найти какой-то компромисс. Может быть, это будет какое-то частичное участие в соглашении с таможенным союзом. Но еще что-то.